Ура! Значит, сегодня ты расскажешь, как устроено государство? Ну, разве что очень упрощенную версию. Скажем только ту часть, которая прямо относится к нашей теме. Итак, сначала все строилось на праве силы. Правитель и его войско просто отбирали у подданных все, что хотели. Население практически было в рабстве. Людям, как ты понимаешь, это не очень нравилось. Они бунтовали и убивали слишком жадных правителей. Тогда правители пошли на уступки, написали законы и первые конституции. Назначили судей, чтобы они следили за соблюдением закона. Ввели парламент и так далее. Короче говоря, ограничили свою власть. Но это не решило проблем. Как вы думаете, почему? Ну, это просто. Раз законы писали сами правители без участия народа, то они все законы сделали под себя и против народа. Вряд ли это кому-то понравилось. Точно. Народ быстро раскусил этот трюк и снова начались революции и восстания. Тогда решили принять демократию. Это когда все решает голос большинства, и большинство человеков смогло принимать участие в создании законов. Некоторое время это всех устроило. Но потом выяснилось, что мнения большинства недостаточно. Потому что есть меньшинство. А вы понимаете, что такое меньшинство? В принципе, да. Но разве это так важно? Подумаешь, пять человек не согласны, а сто тысяч за. Пусть подчиняются. Ну, давайте возьмем такой пример. У нас на планете девочек больше, чем мальчиков. Значит, в данном случае мальчики и есть меньшинство. И вот, предположим, девочки решат выгнать всех мальчиков с кумры. Но так нечестно. Чему нечестно? Честно проголосуют и честно выгонят. Такой у нас договор. Демократия. Или все рождаются с карими глазами и все считают, что это правильно. А пятеро родились с голубыми. Убьем их или выгоним. Ну, это уж как-то слишком все сложно. А я и не говорил, что все просто. Люди вообще, существа сложные. И простых ответов на такие вопросы нет. Скажем так, права человеков во многом о правах меньшинств. Но не про все их права и желания. А в очень конкретных правах, позволяющих им нормально жить в обществе. Но когда власть начинает использовать репрессивные механизмы, оружие, полицию, боевых роботов по отношению к отдельному человеку, рано или поздно начинается превышение необходимого насилия. Вот типичнейший случай нарушения прав человеков произошел именно с тобой, Чеги. Тебя обвинили в убийстве Юкки. То есть тебя арестовали за преступление, которого ты не совершал. Не объяснили тебе, за что ты арестован. Пытали и вместо настоящего, независимого суда разыграли просто пародию. Говорящие железки прочли обвинения, даже тебя не выслушат. Вот это и была классическая ситуация нарушения прав человеков. Силовые структуры государства против мальчишки. Именно тут и должны вмешаться правозащитники. Понимаешь? Да уж, еще как понимаю. Силовые структуры государства против мальчишки.